Еще одна социально-экономическая тема сегодня вызвала бурную дискуссию в Госдуме. Глава Минфина отвечал на острые вопросы о пенсионном возрасте россиян. Министр убежден, планку надо повышать. Выигрыши и государство, и сами граждане. 55 лет для женщин и 60 для мужчин – пик карьерных возможностей для сотен тысяч людей. В Госдуме и социальном блоке правительства выдвигают аргументы против повышения пенсионного возраста. Мнение выслушала наш экономический обозреватель Наталья Семенихина. Министру финансов в Думе редко задают удобные вопросы. Ведь денег много не бывает. Но сегодня Антон Силуанов сам начал с того, что нельзя закрывать глаза на проблемы бюджета. Недальновидно ждать, что нефть будет опять по 100 долларов, и все само собой решится. Нужно искать ресурсы для роста экономики внутри страны. И плавное повышение пенсионного возраста, как для мужчин, так и для женщин, тут, по мнению министра, может помочь. Иначе есть риск провалиться в демографическую яму 90-х. Из-за низкой рождаемости 20-летней давности ряды работающих россиян пополняются не так быстро, как хотелось бы. Если нам ничего не делать в этом направлении, то через несколько лет у нас количество пенсионеров превысит количество работающих населений. Такого не может быть. У нас получается так, что 120 работающих людей дают деньги для того, чтобы содержать 100 пенсионеров. В других странах это соотношение 150-160 работников содержит 100 пенсионеров. Это не может дальше продолжаться, потому что ни один пенсионный фонд это не выдержит. Повышение пенсионного возраста, полагает Силуанов, спасет в конечном итоге российские предприятия от повышения налоговой нагрузки. Через три года запланирован рост отчислений в пенсионный фонд, чтобы в его финансах не было провалов. Но можно проценты не менять, если пенсионеры повзрослеют. В Минфине считают, что нынешние женщины в свои 55, равно как и мужчины в 60, активны и часто на пике карьеры. Врачи, учителя первые в этом списке. Вот только эти доводы не принимает социальный блок правительства. И хоть официальные комментарии на этот счет звучат редко, тон не меняется. Мы сегодня настаиваем на том, чтобы пенсионный возраст не был повышен. И такого плана ни в концепции, ни во всех раскладах по бюджетному сектору на сегодняшний день нет. Спор продолжается? Пока ничья. И депутаты в этой дискуссии тоже активные участники. Им принимать бюджет. Но, похоже, Минфину не так просто найти поддержку в Думе. Мы категорически против такого предложения. Такое решение, как повышение пенсионного возраста, делается не для того, чтобы сбалансировать бюджет на этот год. Не для того, чтобы у Министерства финансов сошлись те или другие цифры. Это делается в результате консенсуса, существующего в обществе, широкого обсуждения, принятия решений с учетом мнения профсоюзов, объединения работодателей, исходя из необходимости управления трудовыми ресурсами. Говорить о повышении пенсионного возраста – это проще всего. Надо думать правительству о другом. Я говорю прежде всего о финансово-экономическом блоке, о том, чтобы менять нашу экономическую политику, с тем, чтобы уходить от сырьевой экономики, а сделать Россию экономикой инновационного типа, производящего типа. Впрочем, и по поводу нынешних пенсионеров Минфину приходится отстаивать свою позицию. Вопрос, насколько в будущем году проиндексируют пенсии, также разделил правительство. По закону надо бы на уровень инфляции, на 12,2% получается на сей раз. Но если посчитать деньги пенсионного фонда, а у министра финансов есть такая возможность, то из своих доходов это ведомство может добавить каждому пенсионеру лишь 2%. Остальное придется выплатить из госбюджета, а это почти 800 миллиардов рублей, на которые придется ужать другие расходы. Мы предлагаем для того, чтобы уложиться в основные наши параметры бюджета, с тем, чтобы не допустить ее разбалансированности, с тем, чтобы найти расходы на стимулирование роста экономики, проиндексировать пенсии, но более низкими темпами, чем это предусматривается законодательством. Экономически обосновано это индексация пенсии на уровень 4%. Окончательное решение, что такое 4%? Это целевой уровень инфляции. Если мы будем идти индексировать наши социальные расходы на целевой уровень инфляции, уверен, что инфляция через 2-3 года максимум достигнет этого показателя, что благоприятно в конце концов скажется и на пенсионерах, и на инвестиционном климате. Депутаты все внимательно выслушали, но с министром не согласились. Мы считаем, что у нас есть все основания для того, чтобы индексировать в соответствии с инфляцией пенсию. Ведь мы также углеводородное сырье продаем по 3200 рублей. Мы ведь не в долларах платим сегодня пенсии и заработные платы. Впрочем, на межправительственные консультации и согласование в Думе статей бюджета 2016 у Минфина есть еще пара недель. И, возможно, в закрытых дискуссиях аргументы ведомства прозвучат убедительнее. Пока же вопросы о повышении пенсионного возраста и о понижении процента индексации пенсии открыты. Наталья Семенихина, Дмитрий Кочетков, Антон Чуковский, Станислав Оплетин. Первый канал.